Я часто бываю в Казахстане, на многих мероприятиях выступаю, часто встречаюсь с людьми и сегодня впервые действительно получил объем знаний дополнительно, которые у меня раньше не было. Новые наблюдения, новые какие-то моменты, которые действительно мне интересны, в моей копилке очень здорово. Одна из самых актуальных технологий на текущий день – построение процессов взаимодействия с клиентами. Эта бизнес-технология называется Omni Channel. И не только в Казахстане, а во всем мире люди только начинают понимать, как с этим работать. Я сегодня увидел, как минимум небольшая часть уже начала использовать какие-то первоначальные подходы, а остальные внимательно к этому прислушиваются и дискутируют предметно, а не какие-то вопросы такие абстрактные, ни о чем. CISCO является одним из признанных мировых лидеров разработки и продвижения именно контакт-центров. Я не говорился, потому что колл-центры – это то, с чем мы имели удовольствие работать раньше. Сейчас все больше и больше мы смотрим в сторону многоканальности, когда клиент может получить доступ не только позвонив, но и там написав смс или через какую-то вебформу и другие формы обслуживания. И дальше, следующий этап развития – это омниканальность, когда оператор колл-центра получает информацию о контексте, какие действия до этого совершались. Например, если там до этого клиенту был отправлен смс о том, что авиарейс задерживается, а оператор колл-центра может это узнать и сразу же начать разговор с клиентом по этому вопросу, а не спрашивать его, чем вызван звонок. А с другой стороны, мы еще активно смотрим на интеграцию с контакт-центром различного рода приложений и разрабатываем интерфейсы, через которые можно также интегрировать в очередь звонков контакт-центра не только события, сгенерированные самим клиентом, как телефонный звонок или смс, но и события, которые генерируются какими-то системами. Это может быть аналитическая система банка, которая обнаружила ряд каких-то подозрительных операций по карточке клиента. И эта система может сгенерировать события, которые поставятся в очередь в контакт-центр, и оператор сможет связаться с клиентом и уточнить, все ли хорошо, нет ли каких-то проблем, тем самым повышая уровень удовлетворенности клиента тем банком, с которым он работает. Что касается сегодняшнего мероприятия, мне очень приятно видеть большую аудиторию и реально большой интерес со стороны участников мероприятия к тематике. Мы уже не первый раз участвуем в мероприятиях Profit Events, и сегодня во время сессии практически не было ни одного человека в фойе. Все были в зале и слушали выступлений и активно участвовали в дискуссии. Для меня это основной показатель важности и интересности темы, и мы рады, что смогли поучаствовать в этом мероприятии и его поддержать со своей стороны. Прежде всего мне нужно сказать, что мне понравилось, что нашлась организация, которая сейчас этот вакуум информации вообще колл-центровской индустрии заполнила, потому что в течение последних лет мы развивались в своем мейнстриме. Поскольку в казахстанских площадок подобного рода не было, мы делали либо встречи тет-а-тет с такого же размера колл-центрами, либо выходили куда-то за рубеж. И вот очень приятно, что здесь у нас в Казахстане появилась такая площадка, где мы встретились, узнали, что есть еще и другие справочные, и они делали достаточно много в каждой, в своей индустрии. И на самом деле, несмотря на то, что у нас считается колл-центр большим, мы приняли ряд, мы обратили внимание на ряд моментов, которые мы могли бы использовать, особенно сейчас. И это мне очень понравилось. Мне очень запомнилось, практика работы с Кобэком, что, оказывается, ее можно сделать на небольшом недорогом носителе и даже внутренними ресурсами. И еще раз я бы у себя освежила в памяти речевую аналитику. Очень интересно было посмотреть на живой пример, как это было сделано в Евразийском банке, и этот пример меня вдохновил на то, что надо посмотреть более внимательно на этот способ сбора информации. Возвращаясь к теме конференции, вопреки тому, что конференция проходит в первый раз, я обратила внимание на кору. Я достаточно большой, что удивило меня, в принципе. Даже на других выставках подобного рода нет такого явного публичного интереса. Здесь видно, насколько люди бизнеса из достаточно больших, уважаемых компаний пришли и задавали такие актуальные, насущные вопросы. Это говорит о том, что недостаток информации в этой среде есть, и вызовы, которые стоят перед колл-центрами, как маленькими, так и большими. Они есть, и как-то поучиться друг у друга есть чему тоже. Я сегодня на колл-центр Дэй представил несколько технологических решений по организации удаленного обслуживания клиентов в формате лицом к лицу, как при личной встрече, это Cisco Remote Expert. Вообще я считаю, что для Казахстана применение таких технологий очень перспективно в силу того, что страна большая, городов много, очень много удаленных районов. И с помощью таких технологий передовые системы обслуживания, сервис, как со стороны государства, так и со стороны коммерческих компаний можно донести до фактически всего населения Казахстана. У меня очень яркое впечатление оставило это мероприятие, потому что я увидел живой интерес со стороны аудитории, качество аудитории. Видно было, что людям интересно и с большим удовольствием люди общались друг с другом и с экспертами. И честно говоря, мне иногда даже казалось, а кто же эксперты? Те, кто сидят на сцене или те, кто им рассказывает из зала, как все сделано и организовано. И такой формат мне очень понравился. Я в этом направлении, именно в направлении организации работы контакт-центров и развития вот этого именно направления, работаю до 2000 года. Но вот первый раз на таком вот мероприятии организована вот компания Profit Events и организована на очень хорошем уровне. То есть есть с чем сравнивать, потому что была на известном форуме Call Center World, не один раз была, мы там даже участвовали в хашистальной гарнитуре, там выходили в финал и так далее. Я рада, что такая вот площадка, она теперь есть в Казахстане. И, честно говоря, не ожидала такой вот многочисленной аудитории, да, такого разнообразия, наверное, направлений бизнеса, которые вот сегодня там представили участники этого мероприятия. Очень было интересно узнать, на самом деле, как продвинулись наши казахстанские именно компании в этом плане. То есть большие, маленькие, там неважно. Вот. И очень появился интерес именно участников конференции к этому мероприятию, и как они свободно и открыто делились своим опытом. Спасибо компании Profit Events. Сегодняшняя конференция для меня, как руководителя единого контакт-центра, показала, что нам есть куда расти, есть определенные тренды, которые нам необходимо учитывать. Выстраивание нашей стратегии с тем, чтобы единый контакт-центр, мы стремимся к тому, чтобы он стал лучшим на постсоветском пространстве. Я очень признательна организаторам этой конференции, которая позволяет заводить новые знакомства, провести небольшой бенчмаркинг, понять, где мы находимся. То есть, и судя по тому, что я сегодня услышала, мы, в общем-то, занимаем хорошее место и по качеству услуг, и по тому, какие услуги мы предоставляем. Могу сказать, что ни один колл-центр сегодня в Казахстане этого не делает. Ну, это определенная специфика, наверное, поэтому нам за это государство и платит. Актуальность для нашей компании такого события, прежде всего, это обмен опытом уже существующими компаниями, которые намного больше нас, опытнее. Наверное, вот сама актуальность этой темы показывает как раз-таки овербукинг на мероприятии. Мы видели все, что не хватает даже мест, да, зарегистрировалось даже человек больше, чем вы смогли поместить. Лично для себя, я думаю, выделил такие моменты, что обязательно нужно уходить в социальные сети, да, и развивать это направление в нашей компании. Какие-то моменты информационного характера мы можем объявлять через какие-то инстант-мессенджеры, и здесь мы тоже, наверное, будем работать. Ну и Omni Channel, я думаю, это актуально сейчас в контакт-центрах, и думаю, может быть, не полностью, но часть из этого мы будем внедрять у себя. На данный момент мы единственные, кто можем похвастаться вообще внедрением речевой аналитики в банке, и поэтому мы готовы поделиться этим опытом, что мы, собственно говоря, сегодня и сделали, готовы выступить экспертами в каких-то вопросах, областях, если есть у наших коллег сложности с этим пониманием, ну и готовы дальше развиваться. То есть мы не только делимся с кем-то опытом, но и хотим перенимать чужой опыт, и если у кого-то есть в этом опыт больше, чем у нас, если кто-то готов нам что-то дать, мы очень будем рады. Вообще такие конференции, которые проводят ProfitKZ, они же на регулярной основе, и поднимают такие вопросы, как автоматизация, информатизация нашего общества, и вообще, в принципе, любых сфер деятельности услуг, не только банков. Так как информационный рынок, он в принципе очень мобилен, и буквально там может так все повернуться, и появится новая технология, которая перевернет наше восприятие, и мир, мы должны быть готовы. Нам интересны любые инновации, которые происходят в этой области, поэтому сегодня мы здесь. То, что здесь собрались профильные специалисты в одном месте, это, считаю, уникальное событие для Казахстана, поскольку я все время завидовал российской аудитории, был в России на различных мероприятиях подобного рода, и видел, сколько нового там они черпают от первоисточников. Для Казахстана данное мероприятие первое, что я как патриот Казахстана в восторге от уровня интеллекта аудитории, задаваемых вопросов и прочее. То есть я горжусь, что у нас растет поколение таких грамотных специалистов, которые каждый в своем подразделении, в своем ведомстве добивается результатов и стремится к мировому уровню. Хотел бы еще подчеркнуть и поблагодарить организаторов, поскольку это недешевые мероприятия, и они вложили много труда, чтобы нас всех собрать в одном месте. Хотелось бы выразить пожелание, что такие мероприятия будут и далее проходить в Казахстане, и самое главное, чтобы еще они отражались хорошо в СМИ, и чтобы люди могли послушать аудиодиалоги выступающих, и подчеркнуть для своего бизнеса только положительное, чтобы в целом Казахстан двигался вперед и не просто медленно, а надо форсировать события. В мероприятии присутствовали в основном директора, руководители, отличающие за развитие контакта, за операционную деятельность контактного центра. И что я для себя услышал, увидел, то, что большинство людей, превалирующая масса, ориентированы в своей работе именно на клиента, то есть работу именно с клиентом, как сделать лучше клиентов. И мало кто обсуждал вопросы, связанные с тем, чтобы уменьшить количество звонков, как защищаться от звонков. Все говорили о том, как обслуживать клиентов лучше, чтобы всем было хорошо.